Ледяной горою айсберг У нас в гостях сегодня чудесный гость Ну, Ась, ты пока стой, а я сейчас буду перечислять Ну, у нас может занять полпрограммы все перечисления Давайте так, начнем с последнего Олимпийская чемпионка летних игр олимпийских в Лондоне Анастасия Давыдова, позвольте поаплодировать всех Попрошу вас поаплодировать Спасибо огромное, что ты к нам пришла Спасибо огромное, что ты к нам пришла Первым делом к вам Первым делом к нам Я знаю, ну, слушай, давай, что мы будем друг друга обманывать Можно я покажу всем? Можно я покажу всем? Друзья, вот с этим нужно идти в школу Сынок, иди в школу с золотом Слушай, ну это невероятно красивая вещь Вот она медаль Посмотрите, пожалуйста Пятикратная Пятикратная? Пятикратная? Пятикратная олимпийская чемпионка сегодня у нас в детстве Ась, ну что, что ты будешь сегодня готовить? Я, с твоего позволения, медаль уберу Я бы ее хотел положить вот сюда Потому что она очень тяжелая Самая тяжелая в истории олимпийских игр Да? 400 с чем-то грамм 430 или 450? 400 грамм, друзья Так мы скоро дойдем до 700 грамм Понимаете? А там и до 750 Медаль будет весить Ну, в общем, понятно А если вот, например, пошли спортсмены отмечать И пришли к девчонкам-синхронисткам Я не знаю В гости парни Ватерполисты И раз медаль померил и ушел И все И как доказать, что твоя? А там подписано вот здесь Покажи-ка Вот, здесь подписано, что это синхронное плавание Друзья, синхронное плавание Women's Team Competition Все, и вот тогда посмотрят на этого ватерполиста и скажут Снимай медаль На этого фигуриста Давай позвольте На Авербуха, короче, посмотрят И скажут, снимай Авербух, медаль Спасибо Но ты не синхронное плавание Что мы сегодня готовим? Так, у нас сегодня рагу Рагу Так Естественные шейки, картошки и всего, что здесь находится Ну, то есть баклажаны и перцы, и цукини, и грибы Да-да-да, все будем тушить И легкий салатик Я предлагаю начать С куриной грудки Ну, судя по тому, что у нас салатик и рагу То, наверное, нам нужно Грудку будем, наверное, как-то обжаривать Да, немножко будем обжаривать ее Как часто, скажи мне, тебе удается вообще готовить? Ну, вообще? Вообще очень редко приходится готовить Потому что мы 11 месяцев в году на сборе Вот объясни мне, как это происходит Просто, ну, честно, я уверен, что очень многие люди в нашей стране Прекрасно знают А. Как играть в футбол Б. Какие правила в футболе И, я не знаю, про хоккей и прочее Про синхронное плавание мы знаем только, что мы лучшие в мире долгие годы Благодаря, в том числе, тебе и девчонкам А. Как это все происходит? И каким трудом это? Не знает никто Значит, 11 месяцев в году 11 месяцев в году мы находимся на сборе Что такое на сборе? Это не дома? Это не дома, это у нас база на озере Круглом Вот, это Лобня Так Там, значит, у нас 12 человек команда И вы 11 месяцев в году находитесь вот на этом Да, но у нас тренировочный график 5-1 То есть мы 5 дней тренируемся, один отдыхаем Вот на этот один мы можем уехать домой Подожди, а как же? Стоп, стоп, стоп И это перед Олимпиадой? Это всегда Потому что перед Олимпиадой есть еще чемпионат мира И чемпионат Европы, к которому мы постоянно готовимся Слушай, а как происходит? Давай начнем что-то делать и параллельно будем начать А как происходит процесс препарирования свиной шейки? Так Ну, вообще, конечно, нам нужно ее разрезать Давай, я разрежу, давай, давай Порезать, да? Что нужно? Очень большой кусок Слушай, ну какая свинья такая шея, знаешь Там немного поменьше кусочек Скажи мне, сколько нам нужно просто? Ну, нам примерно нужно от килограмма до полутора Ну, здесь, по-моему, два, мне кажется Ну, здесь, наверное, вот так вот нам нужно Ну, да Давай, вот так вот, так, хорошо Остальное мы передадим девчонкам на сбору Ага Так, а чем вас, а чем... Нет, я думаю, что наоборот, наверное Вот это, да? Да А чем кормят там? Вообще, как происходит процесс... Ну, у нас же кулинарная программа Да, я с вами Как происходит процесс питания? Хочешь порезать? Да нет, спасибо Понимаю Я посмотрю Ну, рассказывай Так, и у вас... Так, и у нас вообще шведский стол А вот скажи, есть ли у вас такое, как... Ведь, понимаешь, мы же прекрасно понимаем, что вы находитесь все время в воде Так Ну, большей частью Вода, как говорится, лишнего веса, конечно, не принимает Есть ли у вас какие-то ограничения? Вот, например, для меня шведский стол И для большинства людей в нашей стране Не в Швеции, а в нашей стране Это возможность много съесть бесплатно И сделать 6-7 подходов То есть, понимаешь, я как в тяжелой атлетике Мы выходим как бы на вес, понимаешь? Дело в том, что мы занимаемся синхронным плаванием И это все время кверх ногами Поэтому после первого, как говорится, желания съесть очень много, да? И 7 раз подойти Ну, да То есть, ты потом просто не сможешь тренироваться И просто физически нельзя Физически просто, да, ты не сможешь тренироваться Тебе будет очень тяжело Поэтому, конечно, приходится себя троллировать А у вас как получается? У вас получается, вы просыпаетесь, у вас завтрак, потом первая часть тренировок, потом обед, потом вторая часть тренировок Да, мы просыпаемся, у нас завтрак, потом в 8.30 мы начинаем первую тренировку, заканчиваем около трех Это первая тренировка 8.30 и около трех. Это же... Это первая тренировка. Это только первая тренировка. Да. Значит, первая тренировка делится на две части. То есть, это, соответственно, зал. В зале мы занимаемся растяжкой, хореографией, танцами. Ну, конечно, конечно. Вот, все, что вся включает в зал, сухая тренировка проходит. То есть, мы делаем те же движения, которые на воде, мы делаем в зале. Вот как парашютисты отрабатывают все вот такие прямо на земле, прежде чем прыгают. Да, вот то же самое у нас. Абсолютно то же самое. Оттрясающе. Вот, потом мы идем на воду. Так. На воде мы плаваем примерно 4 часа. Это еще до обеда? Это до обеда. Так, подожди, а после бассейна же всегда хочется закусить. Приходишь, а после еды-то хочется поспать? Так вот, мы идем спать после еды. А, все, сон есть. Это святое. Слушай, ну, а на самом деле, а как тут такое количество нагрузок? Где-то примерно часа полтора. Часа полтора, сон. Да. Так, наверное, нам нужно немножко обжаривать. Скажи, нам нужно это обжаривать? Так, нет. Что нам, объясни, что будет происходить, и я тебе... Значит, это рагу. Поэтому мы сейчас, нам нужно немножко разогреть вот это вот под названием кастрюлька. Кастрюлька, давай разогрей. На какой мы будем? Вот на этой давай. Отлично. Вот, мы туда немножечко маслица. Давай сначала на максимальную, да, или... Ну да, вот так вот. Сейчас оно будет вот такие, оно греется. Долго греется, да? Оно очень быстро греется. А, быстро греется. Ну, это с толстыми стенками, то есть будет, может быть, чуть быстрее. Так. Сейчас мы немножко наливаем масло. Так, так. Вот. И, собственно, туда это все загружаем. И начинаем немножечко... А лук нам что-то нужно? Пока вообще ничего не нужно. И это мы там... Немножечко обжариваем. Обжариваем. Сейчас оно разогреется. Так, я тогда возьму такую штучку. И, соответственно, вы полтора часа спите, а потом... А потом начинается самое интересное. Вечерняя вода, которая начинается в 5.30 вечера и заканчивается в 10.30. Каждый день. В 10.30 вечера каждый день? Да. То есть, подождите, вы в 8.30 встаете и в 10.30 вы только заканчиваете? А как же... В 8.30 мы уже начинаем, встаем раньше. В 8.30 вы встаете раньше. А как же посмотреть программу? Время. 9. Ну, когда мы видим, что стрелки часов показывают 9.00, мы все вместе поем песенку. Та-та-та-та. Так, 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 понятно. То есть, с Веридова, вы поете, время вперед. И продолжаете... И продолжаем, собственно, тренироваться. Слушай, подожди, подожди, секундочку. Так, у нас тут уже все горит, да? Нет, 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 у нас ничего не горит. Это у нас все. И так 11 месяцев. И так 11 месяцев. Слушай, ну... Но, может быть, когда непосредственно начало сезона... Так, у нас тут вообще, мне кажется, сейчас все горит. Подожди, 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 сейчас все будет хорошо, ничего не сгорит. Видишь? Аккуратно. Отходи. Отходи. Отходим. Отходим. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Все. Значит, пока мы ждем, пока там немножечко мясо будет обжариваться, нужно нарезать относительно крупными... Картошку. Картошку, да. Давай. Наверное, вот так. И... Все, я понял. Все. И вот так вот, вот такими вот кусками. Все. И хорошо. А что происходит после того, как вы выходите из бассейна в 10-30? Значит, ну сначала, когда мы только приехали на эту базу, дело в том, что мы не одни там тренируемся, там еще спортивные гимнасты, прыжки в воду, плавание, фехтование, то есть много видов спорта. А, ну ты, слушай, слава, то есть там полно народу. Ну да, только мы их не видим никогда, потому что мы все время плаваем. Вот. Ну они, ну может они, там иногда заскакивают бассейн к вам, так ли, перетянутся парой слов. Ну а как же, подожди, ну я просто думал, что вы 12 человек сидите в лесу на круглом озере и, и, и все, и света белого не видите, а если там... Так, мне кажется, ты мелковато режешь. Крупнее сейчас буду. Сейчас буду крупнее. А то она у нас все развалится. И только ловнинские грибники и браконьеры иногда вас тревожат. Так, друзья, что у нас происходит? Так, отлично. Свинина, свиная шейка в кастрюльке начинает потихонечку обжариваться, и мы сейчас будем домолить картошку. Пятикратная олимпийская чемпионка. Сколько ты кратная мировая? Чемпионка мира 13-ти. 13-ти, кратная чемпионка мира. Режет картошечку. А я на секундочку, друзья, вас покину. У нас короткая рекламная пауза на первом канале, после которой мы вернемся, и узнаете, почему Риббентроп называл Вячеслава Молотова свежемолотым. С восторгом я болел за синхронисток. В порыве чувств здоровья не щадив. Я проглотил синхронно пять сосисок, синхронно порой пива их запив. Дорогие друзья, смотри, вы рассказали, у нас как сегодня Анастасия Давыдова. И мы продолжаем. Вот, друзья, медали, олимпийские игры, свинина. Так, закладываем, да? Да, закладываем. А солить, перчить не сейчас? Ну, вот сейчас мы помешаем, да, или положим сначала. Закладываем картошку. Так, и, соответственно, мы закончили на расписании вашего трудового дня. Да. Ну, дело в том, что все нормальные виды спорта, которые имеются у нас на озере Круглом, они в восемь уже заканчивают ужин. У нас сначала была большая проблема. А почему, объясни, для чего нужно? Вот ужин, получается, после... В одиннадцать. В одиннадцать вечера. Это при том, что вам уже в семь тридцать вставать, чтобы в восемь тридцать. Да, ну, очень хочется есть после пятичасовой тренировки. Согласен. Согласен. Поэтому... И в одиннадцать часов вы уже, когда все, уже когда гимнасты все там съели, как говорится-то, когда фехтовальщики на свои шпаги-то накололи мясо, все, приходите вы. Приходим мы, да. Мы закрываем крышку и ставим на медленный огонь. Медленный огонь. Единственное... Так. И, соответственно, после этого вы приходите, ужинаете, и все. Да. А как же десерты? А как же... Уже не для десертов, сейчас не говоря. А когда вы... А когда вы... Подожди. А кино посмотреть? А, не знаю, книгу почитать? А, как говорится... Ну, кто-то читает книгу, кто-то разговаривает с родителями. Уже до друзей дело не такое. А родителям и друзьям можно вас посещать? Можно, но таких случаев не было, потому что у нас просто нет сил и времени на это. С ними разговаривайте, с ними общаться, потому что вы все время находитесь... Но, друзья, зато, пожалуйста, результаты налицо. Понимаете? Вот результаты налицо. Значит, если нам нужно солить и перчить, то мы его... Да, нужно солить и перчить. Нужно солить и перчить. Лучше крупной солью. Вот крупная соль и есть перец даже у нас. Так. Лучше крупной солью. Так, я думаю, что вот так можно посолить. Я думаю, что вот так вот можно... Думаю, что вот так вот можно совершенно спокойно поперчить. И... А у вас как со специями вообще? Наверное, там такая диетическая еда, наверное, вся. Ну, да. Так, так. Чуть-чуть побольше сделаем. Да, надо, наверное, чуть-чуть побольше. И все сейчас закипит, а дальше мы уже... Дальше дело будет уже, как говорится, сделано. Так, закрываем. Закрываем крышкой. Так, поехали. Что нам нужно делать дальше? Дальше нам нужен кабачок один и один баклажан. Баклажан, кабачок. Так, если кожа твердая, нужно ее, наверное, почистить, да. Ну, умеешь вот этим пользоваться? Ну, можно попробовать, нет? Да, все, вот ты все. Вот, считай, поздравляю. Спасибо. А баклажан нужно ли? Баклажан тоже, да, желательно... Желательно тоже так почистить, да? Почистить, да, у него кожа твердая. Так. Вот, в принципе, если бы мы не использовали грибы, то можно было бы его почистить не до конца, потому что вот эта кожура, она давала бы грибной вкус. Угу. Но мы... Но так как у нас есть грибы, мы, в принципе, можем его почистить до конца. А грибы мы тоже закладываем в этапе более позднего. Ну, грибы, да, в принципе, в самом конце, потому что... Так, а баклажан мы нарезаем, наверное, если это жарко, и такими же приблизительно гусками, как все остальное. Да, да, примерно такими. Соответственно, вот как-то вот так, так, вот так, так, да? Угу. И на каком-то этапе, чуть попозже, мы это тоже будем туда все закрывать, да? Тогда я беру... Примерно это все должно томиться минут 15. Уж я думаю, как минимум. А потом, да. Так, значит, это у нас стоит грибы. Что мы еще туда добавляем? Морковь? Так, морковку обязательно, да. Морковку... Ее уже, может быть, даже пора кинуть, да. А я думаю, что ее можно... И тоже мы ее вот такими же крупными, да? Да. Ну, тогда мы ее просто вот так вот раз... И прямо ее туда закладываем, потому что, мне кажется, чем больше мы это все туда положим, тем это будет достаточно... Это будет достаточно долго готовиться. Так, правильно все, да? Я думаю, что, да, достаточно. Так морковка больше и особо не надо. Она даст правильный... Посмотри, цвет, вкус. Угу. Так, все. Ну, цвет нам еще даст вот этот соус. Который мы в результате туда в финале. Да. А что это за соус такой? Прямо называть фирму? Нет. Спасибо. Не, спасибо. Не, ну, потому что это должно быть? Это какой-то томатный соус, что ли? Да, да, томатный соус. Томатный соус, так. Ну, соус и соус. А, да, да, такой томатный. Вкусненький. Вкусненький. Ребята, вкусненький соус. Берем и туда, и все хорошо. Подожди, значит, у нас, в принципе, что туда? Лук туда не нужно? Лук нужно тоже, да. А на каком этапе? Ну, в принципе, я думаю, что можно вот с кабачками, да, и с баклажанами. Целую? Да, целую. И так же крупная? Ну, да. Ну, давай. Вот тогда вот так, да? Ну, а как? Я могу, я предлагаю, здесь у нас, в принципе, все готово. Так, вообще, еще нам перец нужно порезать. Вот, единственное, что перец мы попозже туда положим. Что мы кладем туда позже всего, да? Один перец. Один, да. И все, и скажи, ну, а вот для тебя это же очень тяжело. Мне кажется, вот, знаешь, эта Олимпиада, как эта для меня, я следил внимательно за всей Олимпиадой, и у меня ощущение, что эта Олимпиада, как эта стала очень такой вот сложной для тех, кому нужно не показать результат, а подтвердить результат, да? Ведь это же колоссальная, наверное, ответственность, когда ты являешься и так лучшим. Ну, всегда тяжело удержаться, да, тяжело достигнуть результата, но всегда вдвойне тяжелее его удержать, потому что уже на тебя смотрят, как на лидера. Да. Вот, и, естественно... И если ты выигрываешь, то это не такая большая новость, например, а если вот ты проигрываешь, это все этого только и ждут. Это новость, да. Это как раз все этого и ждут, да? Вот, и особенно не очень все спортсмены любят, когда до Олимпийских игр на них уже вешают медаль. Как правило, очень многие спортсмены не справляются с морально-психологическим состоянием и срываются и проигрывают. Порезали тоже? А, это мы позже добавляем. Нет, это мы позже, да, добавляем. И грибы... Грибы тоже практически в последнюю очередь. Так, что у нас там делается? Ну, посмотри, вот у нас что делается. У нас все происходит как надо. Посмотри. Тем более, я тебе хочу сказать, когда мы все это... Мы к салату будем приступать? Или это мы сделаем позже? Приступать к салату мы можем... Нет, я думаю, что нам нужно приступить к грудке. Ну вот, грудка это и есть салат. Значит, расскажи, что нужно сделать с грудкой. Так, на самом деле все очень просто. Мы мелкими кусочками режем грудку. Прямо вот как будто мы режем салат. Да, прям салат как будто режем. Единственное, мы сейчас ее будем обжаривать, она еще поменьше немножко станет после обжарки. Сейчас я попробую. То есть прямо шинкуем курочку. Так, куриная... Ну это, друзья, конечно, как все говорят, куриная грудка – это лучший друг спортивного питания. Но не уверен я, что это так, потому что куриную грудку можно и в шоколаде замариновать. Ну да, бывает и такое. А вот мне интересно, вот что. Если мы все шутим, там, тра-та-та, вот говорим. Ну, наверное, когда мы одни мужчины в бассейне, это было бы странно. Но, например, вот как в фигурном катании пара, мужчина-женщина. Могли бы, потому что можно же... Вот это вряд ли, потому что у нас же, в принципе, ценится одинаковость. У нас даже девочек подбирают, чтобы они примерно по росту были одинаковые. Естественно, сам понимаешь, что мужская нога и женская нога, да, и моя нога – это абсолютно две разные ноги. Это разные вещи. Я понимаю, действительно, стихронно плавать. Стихронно плавать. Подожди. Хорошо. А два мужчины? А чай вдвоем? Чай вдвоем, бассейн засунуть. Еще кнопку джакузи, чтобы они там плавали. Вот это же такая будет. Ну, например, ну, они же... Не, ну, во Франции есть вот синхронисты. Вот ты увидела первый раз. Что у тебя было? Какая мысль по этому поводу? Я просто не видел никогда, чтобы мужчина... Ну, вообще, когда я увидела американского синхрониста, если его можно так назвать, его звали Билл Мэй, ну, и, собственно, и сейчас его так зовут. Он сейчас работает в цирке Десалей. Выступал с нами, соревновался. Его, правда, не пускали на официальные соревнования такого типа, как Чемпионат мира и Олимпийские игры, но на всякие открытые чемпионаты Италии, Германии и так далее. И он, конечно, в качестве шоу-программы там, наверное, понимал. Нет, он с нами соревновался. Я, слава богу, у него соло выиграла. Вот. Но делал он очень хорошо. Ну, прям классно. То есть соло, ну, соло, наверное, соло лучше. Соло, да. Соло, да. Прекрасно. Скажи, хватит же столько, наверное, да? Да, я думаю, что хватит. Все, и мы ее просто обжариваем. Да, обжариваем. Так, так. Секунду. Секундочку. Сейчас будет, сейчас будет пшш. Сейчас будет небольшой пшш. Да. Ну, прям, то есть фактически соперник. Вообще реальный соперник. Делал очень классно, но на таком уровне, как он. Вот я, например, больше не знаю мужчин, чтобы выступали. Все остальное, конечно, просто смешно. А почему? Сложнее? Почему? Сложнее мужчинам, потому что, как? Ну, потому что мужчина менее грациозный, чем женщина. Ну, честно говоря, я вообще считаю, что не очень эстетично просто. Ну, вот я говорю, я стою, крашусь, да, а он стоит рядом, бреется. Ну, как-то не очень. Ох, ох, как будто бы мы приоткрыли маленькую дверцу и заглянули. Слушай, ну, подожди. Ну, а, извини меня, а все равно и пловцы, и все эти бреются, которые, им же запретили выступать после того же Майкла Феллса в этих... Да, но пловцы бреются не для красоты. Пловцы бреются для того, чтобы чувствовать воду. Вот у них так это называется. Так, и продолжаем. Ну, вот, и пловцы сбривают даже не так волосы, как верхний слой кожи. Да, реально. Я просто знаю. Для того, чтобы... Для того, чтобы вот они лучше скольжение чувствуют. Ну, то есть, чтобы минимально... На 100 метров минус секунды, если они бритые. У них даже есть такие термины, типа, да ладно, я сегодня не бритый плыл, поэтому, типа, не очень. Вот это да. Так, все, подожди, тихо. Сейчас, секунду. Так, тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй. 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 Вот специально на большом огне, чтобы это все схватилось сразу. Ну, что у нас тут картошка? Сейчас я проверю. Вообще, у нас уже картошка готова. Нам уже давным-давно нужно загружать. Давай, 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 загружай все. Так. Во. Так, мне бы мешалочку тоже. Подожди. Мешалочку, давай вот это. Вот это, да? Сейчас мы все сделаем. Подожди, сейчас это все у нас... Так, аккуратнее надо мешать, потому что картошка, из-за того, что мы ее все-таки мелковато порезали, она у нас может сейчас развалиться. Ну, прости, ну, ничего не будет. Будет вкусно. Так, я как раз предполагаю, что вот мы вот так... Так, все, мы это закрываем. Закрывай. И больше мы это уже мешать не будем. Не будем, а потом просто добавим туда грибы. Все развалится, да. Добавим грибы, добавим перец, добавим соус. Так, посмотри, пожалуйста, вот сюда. Так, ну, это должно до полной готовности. Сейчас это мы сейчас все сделаем. Просто мы это... В профессиональном движении. Просто, чтобы это не... У нас не... Сгорело? Не сгорело, с одной стороны, а с другой стороны. Ну, все, вот уже пошел какой-то сок. И скурится все. Все, и мы это просто до готовности, это мы все. Да, мы это до готовности, но, наверное, уже пора это посолить, поперчить. Давай, соли, перчи. Я сделаю гонек чуть поменьше. Друзья, мы продолжаем разговоры про синхронное кулинарное приготовление пищи и про все остальные синхронные виды время привлевождения. У нас короткая пауза, после которой мы вернемся, и вы синхронно со всеми стальными зрителями Первого канала узнаете, что пшонка в переводе с польского означает «Бабушка опять на раскаленной печи заснула». Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас, печалят за кормой сияние синих глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, в буфете водки нет, но есть еда. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Ася Давыдова, с которой мы готовим завтрак для чемпионов. Вот так, как писал Курт Ванегуд, у нас будет сегодня завтрак для чемпионов. У нас готовится бурлит, наше, я не знаю, жаркое рагу, в котором мы уже положили туда во время рекламы и грибы, и перец. И там находится теперь уже все. И грибы, и перец, и цукини, и лук, и баклажаны, и все-все-все. Все, все это находится теперь вот здесь, внутри. А курицу мы быстро-быстро-быстро-быстро обжарили, постарались, чтобы она не пересохла. За время рекламы рекордсменка, чемпионка олимпийской мира и всего на свете нарезала нам красный перец. И у нас мы переходим к салату, продолжаем, да, Перекадь? Да. Да? Высыпаем сюда, я пошел за салатом. Скажи, какой салат нам нужен? Есть руккола, есть монпелье, есть хрустящий айсберг. Монпелье. Монпелье? Ага. Так. Так. Наверное, парочку? Да, наверное, для нашего объема надо... Парочку. Парочку монпелье. Сейчас, во-первых, посмотрим, в каком он состоянии. Он прекрасно. Его, наверное, даже резать не надо. Его не надо не резать, не мыть, он уже готов полностью. Да, он полностью готов. Вынимаем. Закладываем. Вот так, наверное, да? Вот так. Так, так, можно руками даже это все перемешивать. Так, что нам нужно добавить, кроме перца, к этому салату? Кроме перца к этому салату надо добавить еще немного майонеза. Так, майонез, майонез. Так, майонез. Так, ну мы, наверное, уже можем курицу сюда загружать. Да, пожалуйста, пожалуйста, с этим проблем вообще никаких нету. Пожалуйста, с курицей элементарно. Раз, два, три. Не жалеем курицы. Не жалеем. Не жалеем курицы. Так, выкладываем. Так. Так, ну... Ну, давай. Загружаем майонез. Так. Я думаю, что главное не переборщить, лучше. Две ложки или там, я не знаю, вот сколько ты там скажешь. Давай, две и мы помешаем. И начинаем, и начинаем. Так, по-моему, нам уже пора вот это вот дело туда загружать. Я с удовольствием. Да, чтобы не погустить. Я с удовольствием. Пожалуйста. Вкусненького. Вкусненького томатного соуса. Загружаем. Так. Так, 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 все туда? Нет, все не надо. Многовато будет? Да, это многовато. Так. Так выглядит странно. Подожди, мешай. Так выглядит странно. Странно, не то слово. Да. Вот, аккуратно. Вот оно, вот оно, нажористое. Вот оно, рагу, которое сжигается потом на многочасовых тренировках. Так. Так, и нам еще нужно масло сливочное. Подожди, сливочное масло. Сейчас мы сделаем. Ну, этого добра у нас полно. Сейчас я тебе подам масло. Раз. Раз. И такой же два. И такой же два. Посмотрите-ка, пожалуйста. Так, прекрасно. Так. Закрываем обратно это все крышкой. И это все так. А зелень мы для этого должны порезать? Зелень, да. Мы должны для этого порезать зелень. Кто-то мне подсказывает, что зелень необходима из составления этого блюда. Ты можешь пока помешать салат, а я пока быстро порежу зелень, для того, чтобы мы, когда масло растворится. Так, ну что сказать? Ась, пока я не знаю, как ты. Но все-таки ты ушла из спорта, поэтому... Ну, смотри, как хочешь сама. Нет, так нет. У нас добровольный. У нас, вот, спортсмены, понимаешь, тоже синхронно плавают с морскими коньками. Значит, ты меня поправляй по поводу рецепта. Рецепт салата. Значит, куриную грудку мелко режем, обжариваем на сковородочке. Отдельно режем болгарский перец. И с зеленым салатом болгарский перец, грудка, майонез, соль, перец. Правильно? Да, отлично. Рагу. Мы берем свиную шейку, режем небольшими кусочками. И быстро обжариваем уже в кастрюле с толстыми стенками. После этого добавляем туда картошку, крупную порезанную картошку. И достаточно крупную порезанную морковку, чтобы все это начало тушиться. Через какое-то время мы, когда картошка еще не стала совсем мягкой, мы добавляем туда порезанный такими же кусочками баклажан, очищенный такими же кусочками цукини, такими же кусочками лук. Через какой-то промежуток времени добавляем туда уже красный болгарский перец, шампиньоны. И все это тоже тушится, тушится, тушится. И в конце мы добавляем туда немножко томатов такой пасты, или какого-то томатного соуса, или томатов в собственном соку. Добавляем туда в самом конце сливочное масло. Там соль, перец мы добавляем в процессе и получаем счастье. У нас такое правило, что пока вот не доешь. Так, это не моя тогда тарелка. В бассейн не пускай. Нет, на самом деле у нас можно не доедать, но посмотрите, друзья, какая это красота. Какая это красота. Это мы кладем сюда, это вот, это мы кладем сверху. И предлагаю, предлагаю, предлагаю. Так, давай пробовать. Итак, друзья, салат. Можно аплодировать. Салат удался. И теперь, друзья, рагу. Запомните, если вы хотите каждый день начинать день с такого рагу, после этого будьте любезны с 8.30 до 15. Сухая вода. Правильно я сказал? Не, не сухая вода, а сухая тренировка. Сухая тренировка. Потом мокрая вода. Вот. Ну, я тебе хочу сказать. Мы молодцы. Нет, а ты молодец. Я-то что? От меня зависит. Знаешь, это... Хотя, если честно, когда вы выиграли, я сидел у телевизора и сказал, мы молодцы. Мы постарались горячо и очень вкусно, друзья, дорогая Ася. От нашего спонсора корзина цейлонского ароматного чая Акбар. Чай Акбар – неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. То, в принципе, что дарите нам вы. Друзья, вот то, что позволяет нам гордиться своей страной. Вот это вот. Держи, держи это. Прямо держи это в руках. Давайте поаплодируем. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Спасибо. Я убежден, что ты придешь к нам еще много-много раз. Мы желаем тебе огромных побед. Поаплодируйте, пожалуйста, Анастасия Давыдова сегодня в СМАКе. Через секунду я вернусь к тебе. А у нас короткая пауза между одной передачей и следующей передачей. Вернувшись после которой, вы узнаете, что клевер в переводе с польского означает солист дуэта чай вдвоем. До свидания. Продолжение следует...